МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часть новых автобусов на газомоторном топливе. Готовы ли к этому инфраструктура главного городского перевозчика? Губернатор Югры Наталья Комарова вручила ключи от новых автомобилей сотрудникам Управления Росгвардии в Сургуте. И баскетболисты из Сургута вошли в топ-8 команд Российской Суперлиги. Положение в турнирной таблице улучшилось после двух побед подряд. В Сургуте появятся новые виды автобусов. Напомним, что перевозчик СПАПАД в этом году планирует закупить 40 новых машин. 30 на свои средства и еще 10 на деньги, выделенные из городского бюджета. Как раз последние 10 машин будут на газомоторном топливе. Это новшество для предприятия и нашего города. Сейчас в компании работают приглашенные специалисты, которые оценивают материально-техническую базу и должны будут вынести заключение, что оборудование и гаражные боксы подходят для безопасной эксплуатации техники на голубом топливе. Проведем закупку 10, не менее 10, давайте аккуратно скажу, может быть, будем надеяться, больше получится на транспортных средств. Безусловно, вы знаете о том, что автобусы на газомоторном топливе обладают улучшенными характеристиками, такими как экологичность, экономичность, пониженный уровень шума, что в целом позволит улучшить качество предоставляемых услуг. 10 новых автобусов, работающих на голубом топливе, должны поступить к лету. У них есть свои особенности в вопросах эксплуатации и обслуживания. Поэтому это будет своего рода эксперимент, который позволит определить, подходит ли такое техническое решение для нашего города. В случае, если он окажется удачным, следующим пополнением автопарка с ПАПАТ тоже могут стать автобусы, работающие на газу. Как отметил руководитель предприятия, сейчас главная задача – это уменьшение издержек и повышение производительности труда. Нам посчастливилось попасть в национальный проект производительности труда. И уже оператор данного национального проекта региональный центр компетенций работает с ПАПАТЕ. Мы начали уже процесс обучения, обучаем сотрудников. Задача одна – повысить конкурентоспособность, повысить качество обслуживания и улучшить экономическую составляющую нашего предприятия. В Сургутской мэрии назначили нового директора департамента городского хозяйства. Им официально с сегодняшнего числа стала бывшая советник главы города Мария Ванькова. Отметим, что и на своей прошлой должности она курировала вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Напомним, что кресло руководителя департамента пустовало с конца октября, когда пост покинул Кирилл Киселев. Он предпочел муниципальной службе работу с транспортом в акционерном обществе СПАПАТ. Свой уход Кирилл Киселев тогда объяснил необходимостью сконцентрироваться на реализации реформы системы пассажирского автобусного сообщения. Очередной коммунальный инцидент в Сургуте. В пятницу днем между домами на Пролетарском проспекте 8-2 и высоткой на Ивана Кайдалова 28-1 произошел порыв трубопровода с горячей водой. Она хлынула во двор, затопив пешеходную дорожку. Подачу ресурсов компании ГТС оперативно переключили на резервную ветку, а то, что с дефектом, отключили и приступили к раскопкам. Львиную долю времени занял как раз-таки процесс поиска места течи. Ее нашли только ближе к ночи, а в половине четвертого утра поврежденный участок отремонтировали и засыпали. Восстановят благоустройство полностью уже летом, после серии испытаний трубопровода. Что касается разлитой у дома горячей воды, территорию обильно посыпали противогололедной смесью. Еще один порыв сотрудники городских тепловых сетей обнаружили во время обхода магистралей недалеко от перекрестка проспекта Мира и улицы Пушкина. Внимание специалистов привлекла Проталина на участке от коллекторной до тепловой камеры. Сегодня, дабы не допустить возможных проблем с теплоснабжением, решили начать земляные работы. После вскрытия выявили нарушение оболочки и разрушение тепловой изоляции на неподвижной опоре и повреждение ее крепления. Все дефекты оперативно устранили, потребителей от теплоснабжения не отключали. Крещение Господне Крещение Господне Один из главных христианских праздников верующие отметили в пятницу. За время проведения божественной литургии в храмах и крещенских купаний в городе и соседнем муниципалитете сотрудниками правоохранительных органов нарушений зафиксировано не было. Около трех тысяч жителей сургутского района и более 48 тысяч сургутян в этот праздничный день посетили службы в церквях, окунулись в купели и набрали святой воды. Освящение ее важный обряд. Такая жидкость, по словам верующих, может стоять годами и не портится, залечивает душевные и физические раны, а также имеет ряд полезных свойств. Замечательное свойство, она исцеляет людей не только от физических немощей, причем страшных даже заболеваний, но и от духовных немощей, духовной чистоты. Придает силы, здоровье, снимает тяжесть, усталость. Вообще святая вода, она святая. Наверное, лет 20 уже набираю. Ну, она год стоит до следующего, хрещение не портится. Вот, и я, естественно, как бы сказать, заболею, когда по глоточку пью, мне немножко легче. В Югре подписали соглашение, которое поможет сдержать рост цен на товары первой необходимости. Отмечу, что за прошедший год темпы удорожания стоимости 18 товаров из указанного списка, включая яйца, мясо, рыбу, муку, хлеб и соль, чай, сливочное масло и рис, по некоторым позициям составили до 40%. Для противодействия тенденции Департамент экономики Югры заключил соглашение, которое предусматривает добровольное ограничение наценки на социально значимые продукты не более чем на 10%. К январю 2025 планируется снижение надбавки на мясо птицы, яйца, сахар, муку, хлеб и другие товары. Предприятия, которые продают один или несколько видов товаров, могут добровольно присоединиться к инициативе, подав соответствующее заявление в Департамент экономики. Первыми к соглашению присоединяются торговые предприятия сети общества «Пеликан», сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ермак Агро» в городе Хантамансийский и магазины проекта корпорации «МСП» – это фермерские островки в городах Сургут и Нижневартовск. Проект будет реализовываться при поддержке торгово-промышленной палаты Югры, деловых сообществ автономного округа и выполномоченного по защите прав предпринимателей Югры. Губернатор Югры Наталья Комарова вручила ключи от новых автомобилей сотрудникам управления Росгвардии в Сургуте. Это стало возможным благодаря соответствующему соглашению между правительством региона и силовым ведомством. Машины оснащены всем необходимым и помогут подразделению и дальше успешно выполнять свой долг – обеспечивать безопасность югорчан. На встречу главы региона и личного состава управления побывала Карина Александян. Новые и надежные. В Сургуте на базе ОМОН «Стерх» состоялась торжественная церемония передачи автомобилей отечественного производства. 55 машин для регионального подразделения закупили в рамках соглашения между Федеральной службой войск Национальной гвардией России и правительством Югры о субсидировании управления Росгвардией на сумму 100 миллионов рублей. Ключи от новых авто экипажам вручила губернатор автономного округа Наталья Комарова. Это одно из направлений, за которые отвечает правительство автономного округа – оказание содействия в развитии условий для выполнения у вами поставленных задач по обеспечению безопасности граждан экономики нашей страны. Хорошо, что получается. Надеюсь, что полученные вами новые автомобили свою работу выполнят под вашим, с вашим вождением, с вашим руководством. И мы добьемся тех результатов, за которые бьемся. По словам сотрудников Росгвардии, машина надежная и помогает выполнять рабочие задачи. А сам транспорт необходим ежедневно для патрулирования города. Внутри автомобиля оборудованы радиостанциями и звукосвета сигнальными устройствами. Это радиостанция для связи между подразделениями и экипажами. Это СГУ. То есть в случае получения вызова или сигнала тревоги, мы включаем проблесковые маяки и продвигаемся по адресу. Машина проверена временем. На самом деле, получается, как бы это сказать, надежность ее очень такая приличная. Она проверена временем, я уже сказал. Морозы для нее не страшны, в ней не холодно, всегда тепло, не ломается. То есть, проста, в эксплуатации, неприхотливая. Среди предоставленного оборудования не только транспортные средства, но и свыше 200 комплектов современных средств связи, а также иная техника для сотрудников. Полковник полиции Евгений Симаков поблагодарил руководство региона за оказанную поддержку. Хочу выразить благодарность правительству Ханты-Мансийского автономного округа и лично губернатору Наталье Владимировне Комаровой за всестороннюю поддержку войск Национальной гвардии. Хочу сказать, что с первых дней Росгвардии, создания Росгвардии, была оказана поддержка материальной базы, повышение уровня социальной защиты личного состава. За это огромное спасибо. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, новая техника будет применяться как для обеспечения безопасности жителей автономного округа, так и при выполнении поставленных задач специальной военной операции. Всего в Югре в прошлом году бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР выполнили свыше 1100 служебных боевых задач. Росгвардейцами проведено более 13 тысяч плановых проверок обеспечения условий сохранности оружия. Карина Алексанян, Анастасия Петрова, Данил Панков. Естественно, что вещи одного из них во время транспортировки потерялись. Гуманитарным добровольческим корпусом совместно с главой региона принято решение о создании рюкзаков с госпитальным набором «Югра-солдату». Помимо вещей первой необходимости, там есть и телефон для скорейшей связи с близкими. Вот этот вот мешок поможет парню полноценно быть в госпитале. Это вот там шорты, футболка, спортивный костюм, куртка, сотовый телефон, хороший смартфон для того, чтобы можно было сфотографировать качественно документы, в том числе на региональные выплаты, ну и по видеосвязи общаться с родными. То есть вот такие вот наборы приобретаются. Наталья Комарова поговорила с бойцами о том, как проходит лечение. Раненые поблагодарили губернатора за возможность проходить терапию и восстанавливаться дома. В «Югре» и высоко оценили отношения медицинского персонала и качество оказываемой помощи. Некоторых из бойцов уже посетили родственники. Медики же сообщили, что все пять пациентов через несколько недель отправятся домой и завершат лечение под амбулаторным наблюдением специалистов. Такое предложение сформировали, чтобы долечивать. Здесь не по всей стране, по госпиталям вас отправлять, а вот уже там, где первую помощь оказали необходимую. И дальше уже по возможности, если есть такая возможность, мы вот приготовили свои условия, забираем вас к себе. Думаю, это правильно. Надеюсь, вы нас поддержите. Поддержим, пожалуйста. Да, конечно. Будущая автомагистраль готова на 30%. Дорога в Сургуте, которая станет продолжением улицы Никольской, будет протяженностью 1300 метров. Ее возводят от Югорского тракта, пройдет она за торгово-развлекательным центром Сургут-Сити-Мол и соединится с улицей Энгельса. На территории объекта почти завершено устройство инженерных сетей. Полностью проложены подземные ветки ливневой и хозяйственной бытовой канализации. Планируется закончить подрядчик возведения проезжей части до конца 2024 года. Сейчас мы находимся на территории, где завершаются работы по устройству инженерных сетей, по подготовке к установке конверсационно-насосной станции. И после засыпки уже будем заниматься как раз весенний период щепнением дороги, так как у нас земполотно по большей части дороги уже сформировано. Соответственно, в летний период уже будем уходить с завершающим верхним слоем асфальтобетонного покрытия и благоустройством. В рамках проекта «Научно-технологический центр» город взял на себя обязательство реализовать 10 инфраструктурных объектов. Три из них возведены в 2023 году. Был проложен магистральный водовод, локальные очистные сооружения с сетями ливневой канализации и также канализационно-насосная станция для приема сточных вод. Строительство дороги и новой набережной за торгово-развлекательным центром «Сургут-Сетимол» идет параллельно. В работе у подрядчиков также остается возведение внутриквартальных инженерных веток, водоотведения, тепло, энерго, газа и водоснабжения. Мы команда Югры контролируем ход проведения работ. На данный момент проводится завершение уже завершающего этапа прокладки инженерных коммуникаций. И потом уже будут проводиться земляные работы по выравниванию площади и укладке уже дороги, дорожного платна. Крайний раз я был на этом объекте осенью. И сейчас, с тех пор, с осени, довольно-таки существенное продвижение работы. Чудом спасли. Вмерзшую в сугроб собаку обнаружили в Нижневартовске. Предположительно, четверногого друга сбила машина. Из-за полунченной травмы пес не смог двигаться и замерзал в снегу. По счастливой случайности его обнаружили волонтеры, которые приехали искать совершенно другое животное. Неравнодушные югорчане выкопали замерзшего белого, именно так прозвали пострадавшего, и отвезли к врачам на обследование, где выяснили, что у животного компрессионный перелом позвоночника и шансы, что пес вновь будет ходить, малы. Сейчас он находится в клинике Новосибирска, где ждет финальных результатов диагностики. Что касается водителя, сбившего четырехлапого, его постараются найти, но вероятность этого также невысока. Вторая победа подряд и выход в зону восьми сильнейших команд. Баскетболисты из Сургута провели очередной матч в Суперлиге. Первый круг команда провела не слишком удачно, проигрывая сериями. Неуверенность в своих силах грозила поставить крест на задачах нашей команды по выходу в плей-офф. Но в пяти матчах второго круга университет Югра одержал уже три победы, последний из которых на домашней площадке против столичного клуба МБА МАИ. Как складывалась игра, расскажет Анастасия Петрова. Баскетбольный клуб «Университет Югра» вернулся в зону плей-офф Российской Суперлиги. Это стало возможным после второй победы подряд. На выезде на прошлой неделе был обыгран столичный ЦСКА-2. Накануне студенты принимали на своей площадке другую московскую команду – МБА МАИ. Именно от нее во встрече первого круга сургутяне потерпели самое крупное поражение в сезоне с разницей в 31 очко. Кроме того, этот оппонент – прямой конкурент югорчан в борьбе за место в плей-офф чемпионата страны. В том матче у нас очень многое получалось, а у соперников многое не получалось. Но мы не настолько сильнее, чем опытная команда хозяев сегодняшних, чтобы каждую игру выигрывать с разгромной разницей. Молодые игроки, им еще не хватает ни ментальных такой твердости, ни опыта проживания этих ситуаций. Говорили об этом, предупреждали. Но в итоге мы вышли в первой половине не готовы к борьбе, к жесткости. Мы слишком мягко защищались, опаздывали в тех ситуациях, когда нужно было применять тактические фолы. Сургутяне в первой половине сконцентрировались на защите. И не напрасно. Совершив несколько промахов подряд, молодые баскетболисты МБА перешли от командных действий на индивидуальные и стали еще более легкой целью для опытных сургутян. За первую половину игры университет пропустил всего 6 бросков с игры и 11 штрафных в сумме 25 очков. При этом забили хозяева 42 балла. Игра в принципе складывалась достаточно хорошо. Мы с самого начала показали свой уровень, показали скорость, хороший контакт физический. И да, во второй половине там, может, где-то гости взвинтили темп. Но мы об этом говорили в раздевалке и в целом были готовы. Мы с тренерами на тренировке обсуждали защиту против каждого игрока индивидуально, где, как сыграть, в каких моментах. И я думаю, да, это заслуга тренировок, что мы показали такую хорошую защиту и сами выкладывались. В начале второй половины Игорь Самсонов, попав издали, довел разницу до 20 очков. Но дальше университет Югра столкнулся с некоторыми трудностями. Соперник предложил сургутянам довольно плотный баскетбол с высоким уровнем прессинга. На перестройку потребовалось время. Хозяева начали уступать в борьбе за отскок от счета. И по итогам встречи позволили оппонентам совершить 12 дополнительных атак после подборов под чужим кольцом. Это уже индивидуальные навыки игроков тоже. Правильно выбрать позицию, правильно отсечь. Были непростые отскоки, которые просто не позволяют нормально подбирать мяч. Были там недоработки именно игроков. Но это нормально, все делают ошибки, просто, говорю, с каждой игры стараться их исправить. Когда начали агрессивнее защищаться, ну, в целом мы вторую половину выиграли, да, 13-10 третью четверть и в ничью сыграли четвертую. Но этого уже было мало и поздно немножко было. Соперник контролировал игру и не подпускал нас близко к себе. Университет Югра, точнее, бросал. Почти половина атак в итоге достигла цели. У гостей этот показатель меньше одной трети. С прессингом игроки университета справились. Итог матча 70-56. Эта победа стала второй подряд в чемпионате Суперлиги. А за счет ошибок конкурентов северяне впервые за долгое время поднялись в турнирной таблице в зону плей-офф. Стараемся с улыбкой преодолевать трудности. Ну, по крайней мере, хорошо подготовились к игре, выполнили все установки. Ребята бились, старались за каждый мяч. Но все равно, опять-таки, вот в конце третья четверти, да, в начале четвертой все равно МБА тоже давили напором, агрессивно играли, как и все, говорю, молодые команды в этом сезоне. Да, но все равно, так сказать, тонкая нить, да, когда тоже не сломились, да, выдержали это давление. И хорошая команда тоже агрессивно играет, как и все молодежные команды, говорю, в этом сезоне. Поэтому с каждой командой это практически битва. Да, то есть сегодня одержали победу в этой битве благодаря всей команде. Безусловно, стало легче, но работа еще не закончена. У нас впереди еще также важный матч с куполом, который наши соседи по турнирной таблице. Я думаю, надо также уверенно сыграть, победить, и все будет хорошо. Лавры лучшего снайпера матча поделили два сургутянина – Артем Писарчук и Сергей Токарев. Они собрали и наивысшие баллы в графе коэффициента полезности и набрали по 15 очков нападений. Следующая игра пройдет в ближайшую среду в Сургуте. На площадку против северян выйдут баскетболисты Ижевского купола. Анастасия Петрова, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, 24. Сейчас выпуск продолжит блок коммерческой информации «Прогноз погоды». Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». «Югорский тракт» 7-4, блок А. Телефон 70707. Телеплюс. Провайдер то его города. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. «Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы». Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам! Благотворительный фонд «Траектория надежды». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok